Полный цикл производства пряжи. От мойки грязной шерсти до изготовления конечной продукции. Предприятие «Вулкам» сегодня может предложить товар даже самым привередливым покупателям. Вопрос качества здесь во главе угла. Только лучшее для наших производителей трикотажных изделий. Кстати, экономические санкции здесь уже почувствовали. Если раньше в состав пряжи шерсть и акрил добавляли 50 на 50, то теперь содержание шерсти увеличилось до 70%. А всё потому, что стоимость импортной синтетики значительно выросла. Поэтому стало выгоднее использовать больше местной натуральной шерсти. Ну а для качества пряжи это только в плюс. Безусловно, это санкции, это возможность российского бизнеса. В том плане, что очень много шерсти поступало из Турции в Карачао-Черкесию. На этом фоне повышение доллара, естественно, пряжа скаканула в цене. А мы цену удерживаем на том уровне, которое было докризисное, скажем так. Там буквально накинули 5-3%. На данный момент на предприятии имеется всё необходимое, чтобы и дальше производить продукцию и даже наращивать мощности. Единственный вопрос, который беспокоил до недавнего времени руководство предприятия, был ремонт техники в случае поломок. А именно, были риски не найти комплектующие для ремонта. Впрочем, даже из этой ситуации тут нашли выход. Проблемы могут возникнуть с комплектующими, которые у нас получали мы из Италии, Болгарии, Франции. То есть оборудование у нас большей частью импортное. Над этим вопросом думали, прорабатываем вопрос поставок из Китая. На сегодняшний день предприятие изготавливает в среднем 25-35 тонн пряжи в месяц. Но при необходимости мощности могут нарастить до 100 тонн. Более того, в ближайшее время здесь заработает свой красильный цех. А это значит, что теперь покупатели смогут тут же на месте заказывать тот цвет пряжи, который им необходим. Красильный цех очень сильно нам поможет, потому что мы должны сейчас красить шерстяной топс, должны к нему подобрать такого же цвета акрил и сделать пряжу. А если мы это будем делать у себя здесь быстро, и клиент, если захочет пряжу какого-то цвета, мы ему в течение пяти дней сможем ее выдавать. А сейчас это занимает время. Мы должны под определенного клиента покрасить, определенный цвет акрила, топса, это все произвести. Это занимает очень долго времени. Это нам сейчас облегчит и нам, и, я думаю, и вообще всем трикотажникам. Сейчас на предприятии трудится более ста человек, а в ближайшее время количество сотрудников увеличится. Здесь всегда рады специалистам в своем деле, таким как Султан Кудусов. Он работает оператором-техником на этом предприятии уже четвертый год. К своим обязанностям подходит с большой ответственностью, ведь от его действий зависит самое святое – конечное качество продукции. Вот это первоисточник. Продукции, которые заводятся там из Белоруссии, с Турции, иногда из Мексики завозили, они отличаются по метражу, килограммам там. Это первоисточник. Его как-то и с паром, как бы его пропускают и без пара, потом на интеграторе. Дальше процесс идет, но это первоисточник. Как он будет работать, так и продукция пойдет. Несмотря на имеющиеся возможности, руководство предприятия отмечает, что отказываться от помощи со стороны государства не собирается. К примеру, весьма действенным способом стало бы выделение дотации заготовителям шерсти, работающим с отечественным производителем.